Пастор Берт Кленденин Я чувствую, что каким-то образом все это взаимосвязано. Причина, почему я так сильно в этом убежден, состоит в том, что я вижу, как эта атака на мое здоровье привела к всемирному молитвенному собранию. Со всего мира поступают звонки от церквей и от отделенных личностей, которые сейчас постятся, молятся и ставят в вере за полную победу от Бога. Я искренне верю, что это молитвенное служение может произвести то последнее движение Божие, о котором мы так ревностно молились. Я осознаю, находясь в таком физическом состоянии, что если Господь не явит своего чуда, которое я верю, благодаря молитве все же произойдет. Но это вполне может быть моим последним обращением к вам. Поэтому вы можете быть совершенно уверены в том, что я тщательно взвешиваю каждое слово, написанное мной сейчас. Прежде всего, Дух Божий очень сильно убеждает меня в том, что для грядущего пробуждения необходимы глубокие признания и покаяние со стороны избранных. Река Святого Духа должна получить возможность потесть через нас. Поэтому в нас не должно быть ничего, что могло бы воспрепятствовать по течению реки жизни. Мы должны в смирении предстать перед нашим Небесным Отцом и просить о Его прощении и ревностно искать Его направление и водительство. Мы знаем, что Его Слово говорит. Горе тому, кто зло называет добрым. Но это именно то, что сделали мы, предоставив плоть и место в нашем поколении. Мы должны признаться перед Богом в том, что мы утратили свои чувства духовного равновесия и извратили наши ценности. Мы должны признаться в том, что мы поставили под сомнение абсолютную истинность Слова Божьего, проповедуя множество всего постороннего. Мы заявили о своей любви к Слову и в то же время игнорировали его. Мы намедно присвоили себе титул Пятидесятники, заявляя, что обладаем большой силой, чем все остальные, но при этом не имеем даже достаточной силы, чтобы свидетельствовать погибающим, не говоря уже о том, чтобы жить святой жизнью. Мы поклонились другим богам и назвали это преиспеванием. Мы научились больше от религиозных суперзвезд по телевидению, чем учимся от яркой утренней звезды. Мы ратуем против извращений на наших улицах, но отказываемся признать то, что именно наш компромисс со Словом Божьим привел к этим извращениям на наших улицах. Оставаясь безмолвии, мы подкрепили торгающие извращениями за кафедры и на избирательных участках, и все же осмеливаемся назвать себя святостью. Своим молчанием с кафедры мы убили нерожденных. Мы продали свои ценности из-за своей преданности нашей партии, нашему союзу, наследию наших традиций или предрассудков. Мы совершали грех расизма, покрывая ошибки прошлого и настоящего. Другие сделали себя виновными в расизме через свое непрощение и стремление к возмездию. Мы пренебрегли нищими под видом занятости более духовными целями. Мы ленивы готовимся к проповедью, удовлетворяемся, заменяя помазание шумом, а строемыми красноречием. Мы пренебрегаем воспитанием наших детей, а затем виним во всем дьявола. Мы жалуемся, что молитва стала запрещена в школе. В то же время подавляющее большинство членов церкви не имеют алтаря в своем собственном доме. Мы злоупотребили властью и назвали это апостольством. Мы почитаем знатных и сильных среди людей и игнорируем мелких людей, хотя они более святы. Мы не открываем своих уст для проповеди святости, боясь перестать быть чувственными и привлекательными для неверующих. Мы стали удобными в пользовании, не признаваясь открыты в этом. Мы отвергли прошлое как законничество и приняли новшество современной церкви. В своем служении прославления мы больше руководимы хит-парадом топ-40 христианских песен, чем по настоящим вдохновенными псалмами. Наша надменность погрузила нас в глубокую тьму, задбив наши глаза на нашу неэффективность и нежелание учиться. Другие же верили в себя, в свои учености и забыли о практической жизни. Мы очень быстро судим другие группы, будучи движимыми нашим воображением, совершенством, предпочитая нашу уникальную традицию, уникальные взаимоотношения. Мы потеряли из вида Бога. В результате в своем большинстве мы не осознаем наличие происходящего разрушительного процесса. Мы не знаем пути назад к реальности, потому что мы потеряли из поля зрения высоты, с которых не спали. Мы приняли громкий шум за силу, актерство за помазание и харизм за призвание. Мы заменили обличие консультированием и грех нетерпимостью. Мы убрали реальность ада из Библии, чтобы быть любимыми теми, кого осуждает Бог. Мы расписали на бумаге схему второго пришествия, но никогда не проповедуем о нем, не ожидаем его. Мы весело движемся вперед по своей дороге, проезжая мимо погибающих неделю за неделей, проповедуя тем, кто уже слышал. Мы создали атмосферу, где нас больше интересует в исполнении наших личных нужд, чем нужды общины. У нас пастора с поверхностным складом ума, желающие сделать так, чтобы все были довольны. Их преданность не в исполнении великого поручения. Их преданность в упорке туалетов, издании пюллетеней и проведении впечатляющих званых. У нас молодые пастора, которые выражают свое недовольство тем, что сделали другие, и не имеющие никаких проблем по поводу того, чего не сделали они сами. У нас есть пасторы, довольствующиеся отсутствием всякого прогресса и обрадующие себя тем, что они делают все, что знают, и при этом не имеют никакого желания учиться. У нас слишком много людей, восхищающихся религиозным и телевизиозным, которые расточают наши деньги на лимузины, шикарные дома и прочее богатство, в то время как дело евангелизации не движется с места. У нас больше людей, мечтающих о положении, чем воздыхающих о гибнувших душах. Нас снесло к компромиссу, и мы назвали это терпимостью. Нас снесло к непослушанию, и мы назвали это свободой. Мы опустились до суеверия и назвали это верой. Мы лелеем недисциплированность утраченного воздержания и называем это отдыхом и расслаблением. Мы стали легкомысленными в отношении молитв и обостились, заставив себя поверить, что так избавились от законничества. Мы скатились до нечестия и убедили себя, что получили свободу. Из-за неудовлетворенности мы заменили присутствие мудрости беспочностью, думая, что весь риск – это лучше, чем его отсутствие. У нас миссионеры, которые, возвращаясь, показывают фотографии, которые больше похожи на фото и журнала национального географического общества, чем с миссионерских полей. Это фотографии природы, прекрасных закатов и так далее, но не картины жертвенности. Зачастую мы становимся людьми, чьи программы нравятся всем, решения приемлемы для всех, планы одобряемы всеми, и прогресс невидим ни для кого. На высших и низших уровнях у нас есть лидеры, которые однажды были пламенными факелами для Бога, но теперь стресс и усталость диктуют им свои распорядки. Сегодня среди нас есть те, которые позволили порнографии разрушить их отношения с Богом, семьей и церковью. О, Боже, помоги нам! Сегодня молодежь в наших церквях погрел за сексуальных грехах, потому что их мотивация исходит больше из железок гормонов, чем от их Бога. Есть служители, чьи глаза втайне рассматривают что-то приятное лицо или красивую фигуру. Возрасти нас, Бог, к чистому сердцу, неоскверненному уму. Порочность сердца проявляет себя в запущенных отношениях, соперничестве или зависти. Прости нам эти прискорбные грехи. Испытай нас, о Боже, и узнай наши сердца сегодня. Испытай нас и узнай, есть ли в нас какие-то беззаконные пути. Очисти нас от всякого греха и освободи нас. Обрати наши сердца вновь к Тебе и сделай нас достойными, называться Твоими святыми и достойными быть причастниками Твоей праведности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok